Ну вот, начали бассейн. Сейчас как раз обед уже заканчивается, я решил поковыряться. Вот значит, дело идёт. Тут начало вообще всё падать, ёлки-палки. Но хорошо, что ещё так. Нельзя на ночь так оставлять. Мало ли тут пионеры какие начнут бегать, блин. Или эти, как их, хотел сказать, диггеры, не диггеры эти, которые по объектам, по разрушенным. Ну, вроде как здесь не шляются. Юрмала, ещё и такое место солидное. Ну да ладно, речь не об этом. Всё очень жидкое. Но силикатный кирпич. Что такое силикатный кирпич? Это сырость, плесень, грибок. Чуть только оттыркнул, он уже вон и сыпется весь. Верхние эти панели тоже какие-то жидкие. Пообламывались сразу же. Ну, дойдём вниз до бассейна, там, конечно, начнётся. Мы там походили по подвальным помещениям. Этот бассейн вообще висит в воздухе, на столбах стоит, видимо, для того, чтобы специальные эти сантехники ходили, проверяли, как он там протекает или нет. Ну, там, я думаю, бетон. Тут один шутит. Взрывать надо будет. Неудобно одной рукой. Надо будет потом как-нибудь придумать какой-нибудь какой-нибудь держак, чтобы эту камеру зафиксировать. Вообще-то надо походить по магазинам, поспрашивать. Там же есть эти, типа, как эти для этих, для всевозможных видеокамер, GoPro и так далее. Крепление может на лоб прикрепить и на голове держать, снимать. Ну, ничего страшного. Так тоже можно пару раз позажимаю, покажу. Ничего здесь такого особенного нет. Я просто хочу показать, насколько жидкий, насколько жидкое все. Все очень жидкое. Немножко пошире. А, ну да, крутится, само собой. Крутилка под левую руку, челюсти под правую руку, немножко повыше. Вперед. Ну, вы не думайте, что так некрасиво. Просто я одной правой рукой это все делаю. Вот сейчас зажимаем челюсть. Челюсть зажимается правым рычагом, правая кнопка этим пальцем. Разжатие. Левая кнопка. Крутилка. Это в одну сторону. Это в другую сторону. Это какая разница. Это сигнал у нас. Здесь нижняя кнопка сброса газа на холостые. Надо. Ну, в принципе, он возвращается на те обороты, на которые был отрегулирован заранее. Этим барашком. Это газ. Он возвращается нажатием этой кнопки. Вот мы, например, отрегулировали сейчас. Здесь на панели у нас семерка, а, шестерка там показана. Мы сейчас нажмем. Вот газ пошел. Не было газа. Я убрал. Нажмем сброс. Покурили, покурили. Раз нажали. Опять газ отдал и поехали. Так, сейчас мы зажимаем, ломаем. В принципе, ничего страшного. Даже стало интересно. Потому что до этого... Обвалим это. О, понесло. От силикатного кирпича очень много пыли этой противной. Очень противная пыль. Я что хотел сказать? Интересно стало. Потому что, когда этот дом рушил, это очень неинтересно было. Досок полно. Вот сегодня один самосвал уже вывезли. Жесть, шифер. Шифер надо отдельно, потому что утилизировать надо. Доски отдельно, потому что этот, как строительный мусор, с досками не возьмут никуда. Доски тоже должны быть все освобождены от этого, как его, мотива. Фольги, хотелось бы. Жести. Ну, что, крыш сначала жестью покрыта, потом шифером, черт-те что. Плюс там еще всякие эти трубы, лестницы, рубероид, то есть линолеум и все такое. Это все очень на нервы действует. Здесь, правда, началось другое. Здесь полезли вот эти вот всякие куски столбов, перекрытия какие-то, в котором есть арматура. Арматура – это металл, надо собрать, это все надо ломать. Ломать ножницами этими – очень долгая история. Вот я поломал, поломал, потом думаю, ладно, потом поезжу по ней гусеницами, чтобы ребята достали оттуда металл. Но он еще куча. Ну, ладно, в общем-то, вот так вот все. Потом разрушу побольше от этого бассейна, сниму еще издалека, чтобы было видно. Все, пока. Так, ну вот ножницы. Моцные. Не знаю, есть тут табличка какая на этих ножницах. Кто как их называет. Ножницы, кусачки, клещи, челюсти. Я посмотрел, посмотрел, вроде никакой ни таблички, ни черта нету. Сегодня мучились, не могли, ков сняли, не могли этот поставить. Невозможно было понять, с какой стороны пока. Ну, дошло, конечно. Вчера еще эти два оборвал. Хотел ковшом перевернуть его, и оборвал. Ну, да ладно. Вот какая-то фигня дается. Какая-то эмульсия. И так по всему кругу. Вот там вон. Хозяева говорят, были специалисты, сказали, не можем ничем помочь, пусть капает. Ну, что тут? Много чего, конечно же, я не разобрался. Ну, может быть, много чего лишнего. Это кнопка. Ход быстрее, медленнее, я имею в виду гусеничный ход. Сейчас попробуем. Дадим газ, как и везде. Этот рычок обломан. Эта кнопка разжимает челюсть. С этой стороны крутится. Неудобно я сел. Эта кнопка здесь. Ну, в общем, все кнопки под этот вот палец. С левой и с правой руки. Неудобно, конечно, одной рукой снимаешь, другой работаешь. Замучился я сегодня опять. Все крутится, все вертится. Инструмент очень мощный. Трактор еще работает. Трактор тоже мощный. Хотя я все-таки ожидал, что именно это уже начнем валить. Но сказали, пока с этой хатой не разберетесь. Ну, все, уже разобрались почти. Осталось только тут рассортировать какие-то звуки. Где-то что-то шипит, шумит. Ладно, со временем разберемся, посмотрим. все. Ну, вот так вот это выглядит. Немножко издалека начал ломать. Вот так вот он выглядел, как это слева две трети осталось. Два этажа только с этой стороны. С той стороны все, окна от потолка до земли. Там бассейн. вот треть сломал. Сейчас продолжу, сколько сможем сегодня за день. и так второй этаж весь снесу к чертовой матери. Потом первый этаж этой половины здания, где бассейна нет. Здесь раздевалки, коридоры. Со второго этажа там вообще как панорамное. Там ничего нет. Просто длинный коридор и тоже там за ним окна. И через эти окна можно наблюдать за купающимися. Можно было когда-то. Сейчас уже все. Вот такой вот процесс пока. Думаю, что это все быстро уйдет. Вот сам бассейн. Там наверное задержимся. Все.